Привет всем! И сегодня мы поговорим про Runcam 3. Все приходит вот в такой фирменной упаковочке, естественно, все было упаковано. В комплекте мы получаем саму камеру, которая напоминает GoPro Session, и по размерам плюс-минус одинаково. Вот такой вот комплект всяких, скажем так, двухсторонних скотчей здесь для крепления липучек, чтобы прикрепить на квадрик. Провод для FPV, провод для зарядки и инструкцию на английском и китайском языке. Но, в принципе, там все понятно. Это новая Runcam 3, это старая Runcam 2. Как видите, она уже поменяла в цвете, то есть стала посветлее. Но, в принципе, все остается то же самое. Смотрите, сверху имеется кнопка включения. Причем здесь можно также, как на GoPro, настроить. Один раз нажали, камера включается и автоматически начинает писать. Очень удобно, сам пользуюсь постоянно. Микрофон 1, как написано. Микрофон 2. Ну, где-то должен быть еще динамик. Ну, не знаю, может что-то перебутали, но получается 2 микрофона. Индикатор Wi-Fi. Включение Wi-Fi, переключение модов. Фото, видео там. Здесь мы видим слот для нашей карты памяти. Вот так открывается. Мягкая закрывашка. До 64 ГБ все заставим. И вот так закрывается. Я думаю, со временем разойдется и будет болтаться. Не очень мне нравится это их решение. Порт для подключения к зарядке, либо к компу для перепрошивки, если хотите. Снизу ничего нету. И все. И сзади вот такой стильный дизайн у нас. Влагозащиты нету, естественно. То есть, обращайтесь аккуратно, либо покупайте бокс. Значит, чтобы узнать заряд аккумулятора на данной камере, то при включении у нас моргает зелененьким. Если моргает 5 раз, то заряд больше 50%. Моргает 10 раз, заряд менее 50%. Если заряд менее 15%, то моргает постоянно. Все. Значит, что умеет эта камера? Ну, во-первых, она умеет снимать Full HD видео в 60 кадров в секунду. Что на текущий момент, я считаю, вполне достаточно. И 4К, ну, не каждому это нужно. Как видите, она полностью отличается размерами от Runcam 2. То есть, это была такая плоская, с хорошей аэродинамикой. Эта аэродинамика чуть похуже. Более квадратная. Ну, про удобство нужно еще поспорить, на самом деле. Стала, естественно, потяжелее. Давайте взвесим. Посмотрим, сколько она весит. Давайте сначала старую взвесим. Старая весит у нас 50 грамм. Ну, 50 там с половинкой. Новая Runcam 3 весит 67 грамм. В общем-то, на 17 грамм она становится уже тяжелее, чем предыдущая версия. Вот. Значит, если сравнивать с GoPro, кто-то хочет, да, с GoPro 5, то размерчики... Ну, в принципе, может кто-то иметь с Session, GoPro, то, знаете, размеры данной камеры. И все. Но это не конкуренты. То есть, я вам так просто показываю, примерно, какого размерчика выходит. Она вроде квадратненькая, кажется маленькая, но на самом деле достаточно объемная. Как я считаю. Давайте подключим к телефону. Да. Тут у нас есть Wi-Fi, поэтому мы запускаем приложение Runcam 3. Ой, приложение Runcam 3. Runcam FPV. Здесь мы видим Runcam 3 и Runcam 2. То есть, можем подсоединить. Теперь нажимаем кнопку. У меня стоит автоматический старт записи. Вот видите, сейчас начнет писать. Ну, достаточно быстро. То есть, буквально 2-3 секунды, и у нас начинается запись. Вот. Но выключаем, камера остается включенная. Нажимаем тут на Wi-Fi. Видим индикатор Wi-Fi, что загорелся. И ждем коннекта. Ну, в принципе, Connect Your Camera. Нажимаем, и сейчас будем искать. Камера уже подключена к телефону. То есть, пароль стандартный в инструкции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. И легко подключаемся. Тут мы видим основные настройки, которые мы можем сделать через наш телефон. То есть, также можно поменять угол обзора. Как видите, я снимаю в Medium. Есть самый широкий и есть вот такой вот узенький. Но мне нравится средним снимать. Окей. Так, можем перевернуть, естественно, камеру. Вверх-вниз можем сделать, чтобы автоматически она это делала. То есть, автопереворот шел. Тут кому как удобней. Видео умеет снимать в 1080p 60 кадров в секунду, либо 30 кадров в секунду. Можем поставить 30 мегабит в секунду, 17, 12, кому что угодно. И HD-видео 1280, 720p, точнее, 60 кадров в секунду. А здесь можно выбрать 30 кадров в секунду. Вот. Ну, естественно, снимаем в максималочке. Также фото, таймлапс, фото, таймлапс видео. Ой, сейчас. Переключение идет режимов. Таймлапс видео. Но на такие камеры я не знаю, кто фотографирует вообще. Ну, может, кто-то фотографирует. Я этим не занимаюсь. Так, это у нас slow motion. Можем включить. Тоже есть slow motion мод. Но выключаем его, не нужно. И это у нас время записи. Да, как я понимаю, 2 часа 13 минут может писать на 32 гигабайта. Насколько я помню, у меня там. Это основные настройки идут. ВДР, штамп даты, автовыключение 5 минут, фидбэк бип. Это, видимо, звук, чтобы обратно он дает. USB-функшн. Когда подключаем к компу, звук можем настроить. На четверочке стоит. Все-таки звук, я считаю, нужен, чтобы понять, пишет камера, не пишет. Если вы куда-то ее поставили. After record. Вот на одну кнопочку можно выключить. Если вам это не нравится, можно включить. Loop recording. То есть, по кругу записи у нас идет. Так, TV-мод. Опять же, можем поставить PAL, если кто хочет. Wi-Fi name. Ну, это стандартно. То есть, можно ставить стандартно. Может, нет. Wi-Fi автоматик или tunes off. То есть, автоматически будет выключаться Wi-Fi. Да, карта памяти у меня на 32 гига. То есть, 2 часа 13 минут пишет на 32 гигабайта. В максимальном качестве, скажем так. И прошивочка. То есть, прошиться можно через компьютер, либо можно даже через телефон. Пока не вдавался в подробности. Вот, можно сделать на весь экран. Что касается задержки, то она есть, но небольшая. То есть, так вот, тык-тык. Давайте. Тык-тык. Тык-тык. Тын-дын. Тын. 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 Ну, вот видите, да? То есть, задержка есть. Все равно, ну, Wi-Fi и такое подключение, это чисто для настройки нашей камеры какой-то. И уже потом съемки уже с нее идет. Все. Wi-Fi можно выключить. В общем-то, вот так вот. Достаточно интересная камера, я считаю. Многие уже квадрики сделаны для крепления, скажем так, квадратных камер. То есть, той же GoPro Session. Специальные крепления есть, которые печатаны на 3D принтере. То есть, возможно, есть в чем-то удобство. То есть, она занимает меньше поверхности. Внизу, получается, площадь соприкосновения с квадриком вам нужна меньше, потому что она будет ходить больше. Но аэродинамика здесь страдает, если честно. Но снимать руками, в принципе, не знаю. Нет суперудобной камеры. Это нужно для какого-то специального крепления иметь. Ну, GoPro, я считаю, снимать, если только в боксе своем, либо в держателе. Здесь тоже, я считаю. Потому что все, что мы возим по камере, это будет влиять на наш звук. То есть, вот так вот держим. И звук будет камеры не очень слышно будет, как вы соприкасаетесь рукой с корпусом камеры. Друзья мои, давайте посмотрим, как камера снимает, скажем так, в различные погоды. В различное освещение. Сделаем выводы. Все ссылочки найдете в описании. Так что выбирайте себе камеру для съемок, камеру для полетов. И экшн-камеру для прыгания с парашюта. Со скатывания с горы на сноуборде. И для ныряния под водой к рыбам и акулам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok только что гонял на зонде, зонда бешеная, вот смотрите видео на основном канале ветер большой, ветер большой, поэтому вот сейчас ранкам наверно очень плохо пишут, как и любая другая камера, кроме GoPro 5, нет, хотя она тоже не идеально, далеко, стабилизации естественно нету никакой, как иду, так и трясется, естественно нету герметичного бокса, поэтому не могу закинуть в воду и показать вам, что творится там внизу, внизу под нами ну и хватит